Да, ну какой-то джигурда, ты о чем-то говоришь, джигурда вот же... Про Афганистан что я сказал? Ну, не буду цитировать, но вы сказали, что они плохие люди. Ну, не про Афганистан, а про Америку, то, что они плохие люди. Американцы, всем давным-давно уже известно, что нехорошие люди. Нехорошую политику ведут они в отношении других стран. Вот и касаемо непосредственно нас, России. Давайте касаемо брата, вопрос не брат. Ну, все, что я сказал, я не отказываюсь от слова. Ну, ничего личного, никакой агрессии не питаю. Просто пропаганда спорта, смешанных единоборств. Вы раньше говорили, что зрители никогда не дождутся братского мордобоя, а сейчас допускаете возможность такого боя. Я предоставляю право выбора Федору, поэтому я готов. Александр, а Федор правда боялся брат в UFC? Без понятия. Ну, вы вчера сказали, что у него был страх. Я не знаю, я не это самое. Я же говорю, касаемо Федора, вопросов Федора. Не жалеете о словах, сказанных вот на этом подкасте про брата? Я ни о чем не жалею, что сделал в этой жизни. Вы говорили о переговорах с Белатар, о том, чтобы выступить на турнире 23 октября. А что с ними сейчас и в какой они вообще стадии были? Они ждут сейчас моего боя с Артемом Тарасовым, для того, чтобы посмотреть, какой я форме. Но дело в том, что мне сейчас поступили от других организаций предложения намного лучше, чем от организации Белатар. И я уже думаю, даже если они согласятся, чтобы я у них выступал, пойду ли я туда драться, или подерусь с других промоушен. По правилам ММА вы имеете в виду? По правилам ММА, да, и по правилам бокса. У меня сейчас до Нового года каждый месяц я буду выступать, каждый месяц я буду драться. По профессионалам. Да я же говорю, я не выбираю себе оппонентов, я просто реагирую на всякие вызовы, чтобы не говорили, что Емельянька испугался, или еще чего-то, чтобы какой-то там закулисной возни и шепотов не было. Поэтому я, ну, хоть человек, чтобы его побили, быть битым, я ему предоставлю такую возможность. Думаю, что это все легко и просто, вот, выходить против профессионала на Риме. Я отобью желание все, выходить против профессионала. Вы 129-й в мировом рейтинге Fight Matrix сейчас среди тяжеловесов. Раньше, ну, вы неоднократно говорили, что вы в десятке мирового рейтинга. А по ощущениям вы на каком месте? И считаете ли справедливым 129-е место для себя? Я не знаю, я не слежу ни за рейтингом, ни за этим. Я, мне без разницы, я же говорю, с кем драться, я не выбираю себе оппонентов. Да. Вот, не слежу за интернет-новостями. Я слышал. Очень докучать это и очень-то все так напряжено. Не охота забивать свободное от работы время голову еще боями. А можете назвать трех человек, кто больше всего сделал для вашей карьеры? Вот как вы сами считаете? Три человека, кто вам сильнее всего помогли с 2000-го года, например? Да мне тяжело об этом говорить. Все люди, с кем я работал, внесли какой-то вклад, заслуженный в мою подготовку, в мое продвижение, в мои выступления. Какие-то три фамилии выделили? Не буду никого выделять. Вы готовы будете рассмотреть на коротком уведомлении другие варианты, например, в лице Джигурда? Да, ну, какой-то Джигурда, ты о чем-то говоришь. Джигурда уже это самое, уже дедушка. Я уже где-то говорил, что у него уже песок издадится, сыпется. С кем-то там собрался вроде бы сейчас выходить на ринг боксировать, но я знаю точно, что против меня он на ринг не выйдет. Ему страшно, ему жить хочется. А когда последний раз вы кого-либо в нокдаун отправляли, если не брать Михаила Кокляева? Да я не помню. На спаррингах я работаю аккуратно, очень хорошо бинтуюсь и в больших варежках. То есть, если я вижу, что я попал сопернику, и он поплыл, и у меня не стоит задачи как-то самореализоваться и добить его, я отпускаю, даю ему остановиться. Есть ли сейчас какое-то общение между вами и Рамзаном Кадыровым, и обсуждали ли вы тренировки в клубе Ахмат? Потому что в клубе Ахмат вы были в очень хорошей форме. Я и сейчас в отличной форме. Не хуже, чем вы были тогда? Нет, не хуже, у меня хорошо летят руки, я убрал лишние килограммы. Сейчас идет как раз подводка, ну, последние дни перед боем, а сколько там, 10 дней вроде осталось. У меня хорошая выносливость, я много набегал, много набоксировал, много по лапам поработал, отличная скорость, чувствую себя замечательно. А сколько в неделю пробегаете примерно? По вторникам и четвергам я бегаю. По 10? Ну, по-разному, сейчас уже сбавляю. У вас в карьере было несколько тяжелых и долгих простоев. Вот, можешь сказать, что вот этот самый тяжелый в плане возвращения? Да нет, я постоянно после этих самых, ну, долгого выступления также отдыхаю. У меня просто было время для того, чтобы восстановиться, отдохнуть, немножко отвлечься. Вот, от боев, от работы. Среди тех, кого вы побеждали, кого вы считаете самым серьезным оппонентом? Вот, то есть победа, которая наиболее значима. Оппоненты я никого не выделяю, все молодцы, все достойные, что вышли против меня на ринг, потому что знают, что я нокаутер, бью очень сильно, жестко, быстро. Все, счастливо, ребят, поехали. Все, ребят, все назад.